Сейчас я хочу предоставить слово нашему астраханскому спикеру, руководителю юртовско-нагайского проекта, историку-исследователю Амиру Дамировичу Мусаеву. Амир Дамирович, салам алейкум. Алейкум салам. Слышно меня? Да, да, слышно. Слышно и видно. Амир Дамирович, я хочу у вас спросить. Вот мы сегодня много говорим о казахах, о Казахстане, но если говорить о юртовских ногайцах, о юртовско-нагайском движении, то здесь мы сталкиваемся с таким субъектом, как Республика Татарстан и вообще татарское культурное поле, татарская интеллигенция. Скажите, пожалуйста, с какими сложностями и трудностями сталкивается ваше движение и какую роль в нем играет именно сохранение ногайского наследия и какую роль играет именно вот защита ногайского наследия, скажем так, в том числе ногайской идентичности от нападок извне? Я хочу поприветствовать всех участников сегодняшнего круглого стола. Сегодня вот предыдущий участник Ренат Женебеков упомянул про такое понятие модное сейчас, так скажем, как элита, национальные элиты. Я хочу в качестве примера роли элит привести цитату одного из таких всемирных деятелей, как Махатма Ганди, он говорил, «Элиты, воспитанные колониальной властью, являются врагами своего народа». По поводу так называемых элит, которые, в частности, были бы в составе творческой интеллигенции, которые были бы выходцами из состава юрдских так называемых татар, как их было принято называть в советский период и до сегодняшнего дня, там мы видим, кого в основном. Это люди, которые получили определенные образования, это сперва в татарских школах, в школах, где изучали татарский язык, литературный, казанский, в частности, диалект, своего языка они не изучали. А культура преподавалась тоже такая чисто чужая, то есть не та, которая идентична, так скажем, именно юртовская. Ну а дальше молодые люди, которые привлекли определенное внимание кругов с Казани, они шли туда учиться, в частности, в институты, университеты Казани, и уже получив полностью, так скажем, образование там, высшее, уже работали на именно пользу вот этого татарского национального проекта. Здесь, как таково, интеллигенции с таким самосознанием твердым, как таково, где-то до конца 80-х, 90-х, даже 2000-х годов не наблюдалось. Были отдельные личности, но, как говорится, один в поле него. Но вот это противоречие среди мыслящих людей, среди активных людей из юртовской среды, такое, что вот нам говорят, что мы татары, но мы какие-то не до конца, скажем так, татарами как таковыми являемся, у нас что-то вот свое особое есть и так далее, оно всегда в этих людях сидело. И вот в конце прошлого года уже именно активисты из числа юртовской молодежи, собравшись, решили, что нужно уже запускать свой определенный проект именно по сохранению тех остатков, которые до нас до этого времени дошли, остатков культуры, языка и дальнейшую же идти, как бы, скажем, на воссоздание всего, на восстановление. Процесс этот в основном идет даже больше не из городской, не из городской части населения, да, юртовцев, а больше вот из сельской. Почему? Потому что вот это, на айская вот эта ментальность, она все-таки больше сохранилась именно в сельской среде, среди сельской молодежи. И то, так скажем, она наблюдается тоже эпизодически. Но вот это движение, которое еще не насчитывает даже года, в конце, до 19-го года это все началось, ну, конечно, вызвало определенный резонанс. Этот резонанс был как положительный, так и отрицательный. По отношению к этому движению, в частности, в СМИ, средствах массовой информации Республики Татарстан, было выпущено несколько передач, где, значит, говорили о том, что это движение ни к чему хорошему не приведет, что это устраивает определенный раскол татарской нации. Даже были передачи с привлечением этнических юртовцев и карагаши, которые живут, в частности, в Казани, работают и живут там. Был такой посыл в своих странах, что мы никакие не нуваи, мы вот татары. То есть идет такая подмена понятий. Ну, что сказать, было сделано за это время активистами этого самого движения. Во-первых, понятие юртовский нагаец, юртовская нуваи уже прозвучало. Сейчас идет у нас активная просветительская работа, активная просветительская работа. То есть в основном мы, конечно, применяем это всемирную сеть интернета, потому что все ведется на общественных началах, работают общественники. У нас бюджета как такового нет, хотя нас пытаются обвинить в том, что мы там проекты каких-то там спецслужб, что у нас здесь на нас там средства какие-то выделяются. Если бы знали, что они выделяются, конечно, мы их бы использовали по назначению. Но чего нет, того нет. Причем мы со своими активистами всячески стараемся выходить, призываем выйти на круглые столы с оппонентами, но никто на это не идет. Почему? Потому что правда все-таки она, как говорится, у каждого своя, но истина она одна. И вот здесь нам наша вот эта история, наша культура, наше прошлое, так скажем, рассказы наших предков, стариков, прадедов, дедов, говорят о том, что наша группа, вот эта этническая юртский нувай, они все-таки принадлежат именно к Ногайскому этносу. За это время мы участвовали в различных проектах. Сегодня, кстати, наши ребята тоже участвуют в одном из проектов, это в таком спортивно-развлекательном проекте, посвященном дружбе народов. Мы участвовали в различных круглых столах, также активно участвовали, принимали вот в интеллектуальных играх «Что, где, когда», которые у нас проводятся, в Астрахани именно представляем, нагайскую команду. Она была сборной, там были ребята и из юртовских нуваев, и из карагаш-нагайцев, показали отличные результаты. На данный момент мы являемся чемпионами данной лиги в Астрахани. То есть процесс идет, процесс идет, неравнодушных людей к этому нет, неравнодушных людей со знаком «плюс» и со знаком «минус». То есть идет и поддержка со стороны молодежи активной в нашей среде, ну и есть, конечно, противодействия явные и скрытые со стороны наших оппонентов. Как в средствах массовой информации, я имею в виду интернет, в основном издания, где приводятся, ну такие, знаете, околонаучные, в кавычках, скажем, аргументы. Например, вот с вами Алим у нас была, помню, было тоже такое интервью было, когда обсуждали мы с вами метрики юртовские, да, где четко, значит, черным по белому написано, что жители юртовских вот этих аулов, сел, до революционный период местными имамами, имамами местных мечетей записывались, как юртовские нуаи, то есть нигде не присутствовало, на что наши оппоненты так криво, так скажем, приводят свои аргументы, так скажем, кавычках, говоря, что юртовские нуаи, это больше не этничность, а больше как бы это сословие. Амир Владимирович, вот если кратко, скажите, пожалуйста, вот из юртовских нагайцев очень много, скажем так, великих, серьезных таких деятелей искусства, культуры и творчества и даже науки, если мы вспомним такие имена, как Басир Абдулин, Наджиб Гасри, также Булат Салиев, которых, некоторых из которых принято сегодня называть татарами. Будет ли вести ваше движение, даже мы можем вспомнить даже авторов такой поэмы, как Кари Дарма Казулгуль, который общеногайское наследие имеет, статус общеногайского наследия имеет. Будет ли ваше движение именно работать в плане сохранения и популяризации вот этого нагайского наследия, которое относится к юртовцам и, в общем, к ногаям? Потому что, как мы видим из практики, к сожалению, в среде юртовских ногаев за то время, пока они назывались татарами и пока они были записаны татарами, шло всяческое вытеснение, как я знаю, из сознания народа имён этих авторов и их произведений? Да, конечно, популяризация непосредственно вот этих деятелей и их произведений это одна из наших ближайших целей нашего проекта, потому что всё-таки для человека, который живёт здесь испокон веков, у которого несколько поколений предков, как говорится, жили здесь не знать своего земляка, не знать своего односельчанина, которого знают во всём тюркском мире, да и не только в тюркском мире, это, конечно, позор. Поэтому в этом направлении мы будем работать, тем более, что один из упомянутых вами деятелей, в частности, Бекбулат Салиев, его полный имя Бекбулат, Бекбулат Салиев, он мой односельчанин, то есть он выходец из нашего села, первый профессор истории узбекской СССР. Поэтому, конечно, поднимать вот это всё наследие нужно, и мы это будем делать. Но для начала сейчас у нас идёт такой процесс, что мы сейчас вот заявляемся, как юртовские нуаи. Более нас пытаются обвинить в том, что вот это движение, оно идёт как бы извне, то есть здесь, так скажем, это движение пытаются связать с нагайцами Северного Кавказа, но я вам скажу так, что это движение идёт именно как инициатива из юртовской среды. Вот мне ребята я даже у нас абсурдность ситуации даже до того, что народы, которые вот живут в Астраханской области, когда вот сталкиваются с понятием нагайц, они, ну вот, например, аварцы, да, которые у нас здесь в Астрахани проживают, там, ну, выходцы из Кавказа, когда говорят про понятие нагайца, они говорят, а вы дагестанские нагайцы или там ну, с Кавказа, да, они говорят, нет, мы местные, в смысле местные переехали, нет, мы здесь проживаем уже, нет, испокон веков, мы аборигены этого мира, они говорят, да, у нас, говорят, тоже там живут нагайцы, мы говорят, ну, нагайцы много где живут, в каких местах живут, мы местные нагайцы, после этого они уже с таким уважением относятся к тому, что мы вот все-таки свое вот это, свою этничность, свое самоназвание декларируем. Амир Дмитриевич, спасибо вам большое за ваше такое объемное и интересное выступление, нам, наверное, весь народ следит за теми процессами, которые происходят в Астрахани и особенно вот за, в частности, юртовско-нагайским движением, и на самом деле это движение, оно не может, не могло быть инициировано от нагайцев Северного Кавказа, потому что будь на то воля нагайцев Северного Кавказа, то юртовско-нагайский проект появился бы, наверное, в конце 80-х и в начале 90-х, но все это время вот это вот желание, оно не превращалось в реальность именно по тому, что это не исходило от самих юртовцев. Поэтому сейчас, да, на самом деле, я вот часто говорю, дело, скажем так, возврата идентичности юртовских нагайцев, это дело самих юртовских нагайцев, а мы лишь можем помочь, так что мы всегда рядом с вами и желаем вам успехов, я думаю, что вот те люди из научного сообщества и культурного сообщества, которые здесь находятся, они тоже всегда рядом с вами, многие из них, как я знаю, принимали участие и в ваших руках в столах, так что желаем вам успехов.